Великолепный хадис Великолепный хадис Великолепный хадис Великолепный хадис Великолепный хадис Всего сколько получается дней? 120 дней, то есть 4 месяца. Первые 40 дней человек является нутха, то есть каплей воды. Вторые 40 дней является аляха, то есть густок крови, который прикреплен к чреву матери. И последние, или третьи точнее 40 дней из 4 месяцев является мутха, кусок мяса. Вот после того, говорит, как проходит 120 дней, то есть 4 месяца, к нему посылается ангел, то есть к ребенку этому плоду, посылается ангел. И ангел вдыхает в него дух. И ангелу приказывается записать 4 вещи относительно этого плода. Приказывается ему записать о его пропитании, то есть большим оно будет или малым, широким или стесненным, а также срок его жизни, а также каковыми будут его дела, благими или дурными, и будет ли он несчастным или будет он счастливым. Вот эти 4 вещи записывает ангел относительно этого человека, еще тогда, когда человек находится в чреве его матери, и ему всего лишь 120 дней, то есть всего 4 месяца, поиск того, как в него вдыхается дух. Говорит Так вот, клянусь, говорит Аллахом, кроме которого нет божества, достойного поклонения. Поиск не бывает такое, что один из вас действует и совершает деяния людей рая, так что между ним и между раем не остается ничего, кроме расстояния в локоть пути. Ну, опережает его вот это вот писание, то есть которое записал ангел, тогда, когда человеку было еще только 120 дней. И он начинает совершать дела людей огня и попадает в огонь. То есть если ангел записал ему то, что его дела будут дурными, и то, что он будет несчастным, говорит этот человек, даже если всю жизнь будет совершать благие дела, все равно это писание настигнет его, и в конце концов он начнет совершать дела дурных людей и попадет в огонь. Говорит И поясни, клянусь, Аллахом, бывает такое, что один из вас совершает деяния людей огня, то есть всю свою жизнь. Так что между ним и между огнем и адом не остается ничего, кроме как один локоть пути, то есть он уже почти что попадает в огонь. Но опережает его, его предварительное писание, и он начинает совершать деяния людей рая, и затем заходит в рай. Права у Аль-Бухари у муслим. Этот хадис передает имам Аль-Бухари и муслим. И действительно много такое можно увидеть, как человек бывает одним из худших людей на земле. Бывает преступник, бывает алкоголик, бывает наркоман, бывает еще что-либо подобное. И потом в конце жизни делает тубу, совершает покаяние, принимает ислам и становится прекрасным его ислам, и его дела становятся прекрасными. После того, когда, казалось бы, ничего не способно вытащить этого человека из его дурного состояния. Аш-Шарх говорит Шейх Санх Аль-Шейх, разъясняя этот хадис. Хадр хадис, гуарраби, минхазил ахадис аль-Мубарака. Говорит, этот хадис является четвертым хадисом из этих благословенных хадисов. Хадисов, которые привел имам Ан-Навуи. Гуа хадису абну Мас'удин, разъяллаху ангу. И это хадис Абдуллаха ибну Мас'уда. Хи зикруль кадр. В этом хадисе упоминание кадра, то есть предопределение. Слово кадр, если пишется с суккуном, мы сказали, означает объем, или уровень, или почет чего-то и тому подобное. А когда мы говорим кадр, с фатхой наддаль, имеется в виду предопределение. То есть предварительная запись относительно человека. Говорит, фи зикруль кадр. В этом хадисе упоминание предопределения. Уазикру джам'ил халк фи рахимил ум. А также упоминание того, как происходит творение человека в чреве матери. Рахим, то есть здесь имеется в виду матка или чрев. И этот хадис говорит, основа относительно вопросов предопределения и необходимости обращать внимание и заботиться о вопросе предопределения. И говорит, в этом хадисе указание на то, что необходимо страшиться и бояться человеку. То есть от того, что ему было предписано тогда, когда он еще был в чреве матери. А также того, что ему необходимо бояться того, каков будет его конец и каковыми будут последние его дела. И как говорится, сердца благочестивых людей связаны с последними их деяниями. Они всегда задаются вопросом, каков будет наш конец и какова будет печать нашей жизни. А сердца приближенных, то есть приближенных рабов Аллаха, тех, которые выше по уровню, нежели просто благочестивые рабы. А сердца этих людей связаны с тем, что было предписано им ранее. Они спрашивают и задаются вопросом, что опередило нас. Имеется в виду, что было предписано нам, когда мы еще были в чреве наших матерей. Говорит, это и есть вера в предопределение. И в этом заключается страх от предварительного предписания тебе, а также страх от того, чем закончится твоя жизнь. И говорит, этот страх является чем? Ничем иным, как следами или следом твоей веры в предопределение. С благом, в благое предопределение или его дурное предопределение. То есть страх человека от того, чем закончится его жизнь, или от того, что было ему предписано ранее, вытекает откуда. То есть что стало результатом этого страха? Что стало точнее причиной этого страха? Причиной этого страха стала вера в предопределение. Говорит, этот хадис указывает на то, что у каждого человека есть предопределение относительно его румра. То есть относительно его срока жизни, относительно его жизни. И это предопределение относительно жизни человека записывает его этот ангел по приказу Всевышнего Аллаха Су-Хануа Та'ада. Значит, этот хадис был приведен здесь для разъяснения этого вопроса, для разъяснения вопроса о жизненном предопределении каждого человека. Это для того, чтобы человек боялся того, что было притыстно ему ранее, и боялся того, чем закончится его жизнь. А также для того, чтобы человек уверовал, что что бы его не постигло, оно не могло пройти мимо него. То есть, если пришла к тебе какая-то беда или какое-то горе различного вида, то ты должен знать и быть убежденным, что эта беда была предписана тебе, Всевышний Аллах Су-Хануа Та'ада, еще до того, как Всевышний сотворил небеса и землю за 50 тысяч лет. Не говоря уже о том, что эта беда была предписана тебе тогда, когда ангел записал, будешь ты счастливым или будешь ты несчастным. И это не могло обойти тебя мимо. А также верить в то, что что прошло мимо тебя, оно не могло тебя постигнуть. Как, например, если мимо тебя прошло какое-то добро, прошло имущество или дети, или что-либо из благ этой жизни, человек должен знать, что эта вещь не могла постигнуть его, потому что Всевышний Аллах Су-Хануа Та'ада не предписал ему этого. И сколько бы он ни старался достичь и постичь эту вещь, он бы не смог ее постичь. Это и есть вера в предопределение. То есть человек должен верить, что то, что прошло мимо него, не могло его постичь, а то, что постигло его, не могло пройти мимо него. Теперь Шейх Салих Али-Шейх приступает здесь к разъяснению важного вопроса. Говорит, но здесь, говорит, необходимо понять один важный вопрос. А это то, что Ас-Савабих, то есть то, что было предписано человеку ранее, когда он был во чреве матери, «фи амлиль абд», относительно деяния человека, «уаль хаватим муттасыля», а также то, на чем закончится его жизнь, эти две вещи связаны между собой. То есть то, что человек всю жизнь совершал дела людей рая, а потом в конце начал совершать дела людей огня, это не просто так происходит. То есть не просто потому, что Всевышний Аллах Су-Хануа Та'ля делает кому-то несправедливость, и вся жизнь поклонения человека переворачивается во что? В то, что он попадет в конце концов в огонь. Но нет, говорит, между одним и между вторым есть связь. «Камакил аль хаватим мирасу савабих». Как говорится, то есть у арабов, «ал хаватим», то есть последствия, окончания жизни людей, это мирас, это наследство от того, что было предписано ему ранее. «Камакил аль хаватим мирасу савабих». Говорит, последние деяния твоей жизни, ничто иное, как твое наследство от того, что было записано тебе ранее. «Камамин хатима, илля, ва сабабуга, билут филля, ва рахматихи, ауби адли, ва хикматихи». Говорит, какой бы конец не ожидал человека, кроме как ее причина, «савабих аль мар фи амалихи». То, что делал человек ранее из своих деяний истинным образом. И все это по милости Всевышнего Аллаха и его щедрости, или по его справедливости и по его мудрости. Говорит, «уахия джами'ан мута алика бисавабих ал-кадар». Все это связано с тем, что было предписано тебе ранее. Здесь необходимо упомянуть или разъяснить два момента. Во-первых, шейх салих аль шейх, что хочется этим самым сказать? То, что человек, когда совершает всю жизнь деяния благие, а потом в конце начинает совершать деяния дурные, это почему? Это по мудрости Всевышнего Аллаха и по его справедливости. А не потому, что Всевышний Аллах проявил к этому человеку несправедливость. То есть этот человек, хоть и совершал внешне благие дела, но в сердце у него были сомнения, или в сердце у него было лицемерие, или в сердце у него было что-то иное из дурного. И вот это его, и вот это то, что он скрывал в своем сердце, привело к тому, что эти благие дела, которые он совершал внешне, перевернулись в итоге в дурные дела. И это совершение этих дурных дел в конце жизни стало ничем иным, как справедливым результатом того, что у него было в сердце в течение всей его жизни. То есть внешние дела это то, что видим мы, но то, что в сердцах людей Всевышний Аллах Ас-Пану Аталя знает об этом лучше. И если человек, или если Всевышний Аллах Ас-Пану Аталя знает, что этот человек не заслуживает быть человеком рая, и его сердце на самом деле дурное, то Всевышний Аллах Ас-Пану Аталя не дает ему завершить жизнь на благих деяниях. И этот человек начинает совершать дурные деяния и попадает в огонь, после того, как он уже был от рая на расстоянии локтя пути. И то же самое наоборот. Когда человек совершает дурные дела, но в сердце его содержится благо. Так что Всевышний Аллах Ас-Пану Аталя видит это благо и по своей щедрости и милости к нему, что делает? Дает ему изменить его жизненный путь, изменить его деяния с дурных на благие, что становится результатом того, что он попадает в рай, после того, как между ним и между огнем не было ничего, кроме как локтя пути. И вторая вещь, которую необходимо объяснить, что значит, либо по милости Аллах и его щедрости, либо по справедливости Аллах Ас-Пану Аталя и его мудрости. Имеется ввиду то, что если человек закончил свою жизнь на благе и стал одним из обитателей рая, то это по милости Всевышнего Аллах и по его щедрости, а не потому, что человек такой благой и такой маша Аллах, ясно или нет? Но это лишь милость Всевышнего Аллах и щедрость к этому человеку. Что касается человека, то какие бы дела он не совершал, эти его дела не становятся, чего не являются сами по себе заслуживанием рая человеком. То есть человек, какие бы дела не совершал благие, сколько бы он их не совершал, и как бы прекрасно он их не совершал, все равно не заслуживает попасть в рай, само по себе просто из-за этих дел. Но человек попадает в рай только из милости Всевышнего Аллаха и его щедрости. И наоборот, когда человек завершает свою жизнь на грехах и на том, что он заслуживает огня, то это по справедливости Всевышнего Аллаха и по его мудрости. Значит, если человек заканчивает жизнь на благе, говорят по милости Аллаха и по его щедрости. Если завершает на дурном, то относительно этого говорят по справедливости Всевышнего Аллаха и его мудрости. Вот это ясно или нет? Это, иншаллах, понятно. Далее говорит, «Хаддал хадис, каля фи ибн Масруд, разъя Аллаху ангу». Значит, говорит, что касается нашего хадиса, то ибн Масруд, разъя Аллаху ангу, сказал относительно него. «Хаддаса на Расулу Аллахи, саллаллаху алиусалям». Рассказал нам посланник Аллах, саллаллаху алиусалям, «Ваос садыку аль маздух». И он является тем, который правдив, валь маздух, и тем, которого подтверждают, то есть тем, кому верят. Говорит, в этом хадисе, в его начале, ибн Масруд использует, использует лавзу тахдис, выражение тахдиса, выражение о том, что ему кто-то рассказал. «Вау ахаду аль фаз аль тахаммуль аль ма'руфа ингал мухадисин». И это одна из фраз, которая, одна из известных, ма'руфа, одна из известных фраз, фраз, которые используются у мухадисов, то есть ученых хадиса, при тахаммуль, при перенятии хадиса. Ясно или нет? Значит, смотри, когда мухадис перенимает хадис от своего шейха, потом он рассказывает его, используя одну вот из этих фраз. Либо говорит хадасана, либо говорит ахбарана, либо говорит амбаана. Чаще всего встречается одна из этих трех фраз. Хадасана или ахбарана или амбаана. И на русский язык все это переводится как «рассказал нам», «сообщил нам», «поведал нам» или что-либо подобное. То есть перевод примерно одинаковый. Но мухадисы используют его в разных местах по-разному. То есть если, обычно, если шейх читал хадис самостоятельно и рассказывал хадис своим студентам самостоятельно, и студенты его слушали, тогда студенты, когда передают этот хадис от своего шейха, говорят, «рассказал нам такой-то шейх», «хадасана», используют слово «хадасана». Но если, наоборот, студент какой-то читал шейху хадис, а шейх его слушал и затем подтвердил, что это его хадис, что это тот хадис, который в его книгах, тогда этот студент, когда рассказывает этот хадис, уже не говорит хадасана, но говорит ахбарана. Поведал нам или говорит амбаана, сообщил нам. Ясно или нет? Значит, говорит Ибн Маршрут, здесь использовал слово «хадасана», «рассказал нам». И это говорит ахаду альфаз «аттахаммуль» – «маруфа», одна из известных фраз, которые используются при «аттахаммуль», при перенимании хадиса от шейха. И следуя в этом за сподвижниками, такими как Ибн Маршрут и другими, улама, то есть ученые, тоже начали использовать эти фразы. В своем большом количестве. Говорит мухадисы, выбрали из всех этих фраз фразу хадасана, рассказал нам. И это самая высокая фраза из фраз. То есть самая крепкая фраза, когда человек использует при передаче хадиса, это какая? Хадасана. Она выше у мухадисов, чем фраза Ахбарана и Амбана. Почему? Потому что когда шейх рассказывает хадис самостоятельно, то шанс точности передачи хадиса выше, чем когда шейху рассказывается хадис и он слушает. Потому что возможно, что шейх отвлекся, возможно, не заметил ошибки, возможно, возможно. Так или нет? Поэтому у мухадисов хадис, переданный фразой хадасана, считаются выше по достоверности, чем хадис, который передан по фразой Ахбарана или Амбана. Вот это ясно или нет? Это, иншаллах, понятно. Что касается книг хадисов, то чаще всего в них не встречается фраза хадасана в полном ее виде. Но встречается только как сана. То есть буква ха и буква даль удаляются для того, чтобы сократить эту фразу. И остается только сана. И человек, который читает хадис, понимает, что под этой фразой имеется в виду хадасана. Поэтому, когда ты будешь читать хадис из какого-то сборника хадисов, так и говоришь, сказал имам Муслим, и там написано, сана Абу-Бакр ибн Абишейба. Рассказал нам Абу-Бакр ибн Абишейба. Не говори сана, а говори как хадасана. То есть это сокращение необходимо читать полным образом. Вот это ясно или нет? Говорит, ляжли каули сахаба хадасана расулю Аллаху салаллаху салам. Почему, говорит, мухадисы переняли именно эту фразу хадасана? Потому что сподвижники чаще всего используют именно эту фразу. Рассказал нам посланник Аллаху салаллаху салам. Куадал хадису мисалюм лизалика. И этот хадис один из примеров на этом. Вахтару ахбара на айдан ликаули сахаба ахбара на расулю Аллаху салаллаху салам. Ау ахбара ниннабию салаллаху салам Абликаза. А также мухадисы используют фразу Ахбара на сообщил нам. Потому что часто также сподвижники говорят, сообщил нам посланник Аллаху салаллаху саламу салам. Вазаду алей альфазан мин альфаз аттахаммуль. Говорит, и добавили им хадисы еще некоторые фразы, которые они используют при перенятии хадисов и, соответственно, которые используются при передаче хадисов. Ясно или нет? Кроме этих двух фраз, кроме фраз хадасана и ахбарана, есть еще амбана, есть еще другие фразы, как, например, «каля» или «самихту» «я слышал, как пророк сказал» или «пророк сказал» и тому подобное. Что значит? Слова Ибн Масруда «и он является правдивым». Правдивый – это тот, который приходит с правдой. То есть, когда разговаривает, говорит правду и не лжет. А что такое ассидк? Какова его сущность? Говорит, это сообщение о том, что соответствует действительности. Значит, если тебя спросят, дай определение правдивости. Какое определение правдивости ты дашь? Ты скажешь, И так, и так можно сказать. Это сообщение о том, что соответствует действительности. А ложь, наоборот, противоположная этому. Это сообщение о том, что противоречит действительности. То есть, если человек рассказывает о каком-то событии, а этого события в действительности не было, или оно было, но происходило не так, как он о нем рассказывает. Это его сообщение соответствует действительности или, наоборот, противоречит действительности. Мы говорим противоречит действительности. Значит, его рассказ является ложью. Если оно будет соответствовать, это называется ассидк. Так вот, пророк, салаллаху алейху ассалям, ассадых, тот, который, когда что-то рассказывает, то его известие всегда соответствует действительности. Оно действительно происходит так. Значит, если пророк, салаллаху алейху 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 алей Он правдивый. А кто такой Аль-Маздук? Аль-Мусаддак. Маздук и Мусаддак говорят одно и то же. То есть тот, который что бы он ни говорил, илля суддака. Кроме как его слово необходимо подтверждать и верить в это. Значит, Слова Ибн Масуда здесь. То, что пророк, с.а. является правдивым, и тот, чьи слова подтверждаются, Смотри, здесь теперь Шеф Салих Али-Шейх приступает к другому вопросу, к важному вопросу. Говорит, в этом, говорит, указание на то, на один из видов адаба-учителя. Адаб лил-муалим. Муалим это кто такой? Учитель. Каким адабом он должен описываться? Аль-Юхайи Аль-Илм, чтобы он подготовил знания лиман юалима. Для того, кого он обучает. И для того, кому он сообщает о знании. То есть смотри, Ибн Масуд решил рассказать людям этот хадис от пророка, с.а. Этот хадис о скрытом знании или не о скрытом знании? О том, что никто не может проверить. Так или нет. Тем более в те времена, во времена сподвижников. То есть, ты можешь рассказывать что угодно, все равно никто тебя проверить не сможет. Правильно или нет? Ты можешь говорить, так происходит, так происходит, так происходит. И чтобы у людей не возникало сомнений в сердцах от того, что рассказал им пророк, салаллаху алисаллаф, ибн Масрот их заранее подготовил. Сказал, рассказал мне посланник Аллах, кто он такой? Он ас-садик, он правдивый, аль-маздук, слова которого необходимо подтверждать. То есть он заранее готовит аудиторию, которая собирается рассказывать свой хадис, для того, чтобы они переняли этот хадис с чем? С подтверждением и с верой. Говорит, потому что в этом хадисе есть некоторые известия о гайбе, о скрытом. То, что невозможно постичь, не с помощью органов чувств, а также с помощью практики. То есть никто не может сказать, как происходит развитие зародыша в очреве матери в течение 120 дней первых, например, так или нет. Так бывает потом, так бывает потом, так бывает. Никто это не может проверить и не может постичь это бельхис, то есть органами чувств. Органов чувств сколько? Пять. То есть слухозрения, обоняние, проба на вкус и осязание. Говорит, в этом говорит хадисе нам, где мы? Но эти вещи можно постичь только тем, что ты смиришься и согласишься и поверишь посланнику Аллаха и его правдивому сообщению. Потому что в этом хадисе говорит упоминание того, как происходит развитие зародыша. Хамаль это плод или беременность. Как происходит развитие беременности беременной женщины. И известно то, что сподвижники в те времена не могли этого знать. А также все остальные люди, кроме сподвижников, в те времена не могли усвоить то татаур. Как происходит развитие. Татаур это что такое изменение? То есть развитие из одного состояния в другое. Хадис марахил. Как проходят эти стадии? Марахил. Марахал это что такое стадия? Би-илмин таджриби. Не могли этого узнать с помощью знания таджриб. То есть таджриб это практика. Ау беру я. И не могли этого увидеть. Ау наху далика и тому подобное. Ва иннама вуль хабару лази и усаддыку нау. Но все что они могли это подтвердить это сообщение или отрицать его. Факан у улама лабит таджриб у иннами бихабарил вахи аниннаби салаллаху алисалям. Значит господвижники знали об этом и были учеными относительно этого. Не потому что они узнали это посредством медицины или практики или видения. Но потому что они уверовали в откровение от пророка салаллаху алисалям. Факавли у ау садык аль маздух. Значит слова ибн Масруда и пророк салаллаху алисалям является правдивым. Тот тем чьи слова необходимо подтверждать. То есть ибн Масуд хочет сказать то, что пророк салаллаху алисалям не сообщает ни о чем, чтобы это противоречило действительности. И то, что о чем бы он ни сообщил, необходимо подтверждать и верить в его сообщение, что бы он нам ни рассказал. И это говорит одно из проявлений смирения перед посланником Аллаху салаллаху алисалям относительно его послания и веры в его послания. Далее ибн Масруда передает слова пророка салаллаху алисалям о том, что он сказал. Поясни, творение одного из вас собирается в очреве или в животе его матери арбаина йоман в течение первых сорока дней. И слово собирается его творение, понимается, что вначале это его творение было разделенным, а потом собралось в единую каплю. То есть сначала было разделенным и действительно так. То есть человек состоит из капли отца и из капли матери. Сначала они были разделены или не разделены, сначала они были разделены, а затем соединились в одно единое творение. Говорит, что такое нутфа, а потом собрались в каплю воды. Что такое нутфа? Это смесь воды мужчины и воды женщины. Или то, что происходит в процессе соединения воды мужчины и воды женщины. И нутфа, эта капля называется нутфой, пока она не превратится в кусок или в сгусток крови. А что такое аль-аллаха? Аль-аллаха от слова ю'аллику. Что такое ю'аллику? Подвешивает. Так, подвешивает или прикрепляет. Почему сгусток крови называется аль-аллаха? Потому что он прикрепляется к матке женщины. Видишь, поэтому пророк салаллаху алисалям это сгусток крови называл этим словом. Аль-аллаха. Сказал аль-аллаха, а что такое аль-аллаха? Ты-то хатуддам. Это кусок крови. который присоединился, прикрепился к чему-либо. Имеется ввиду прикрепление к чему? К матке, женщине. А что такое мудга? Это кусок мяса. То есть, когда человек из густой крови уже превращается в кусок мяса. Слова Ибн Маш'уда, или слова точнее пророка, салаллаху ласалам, то есть, творение одного из вас собирается в очреве его матери в течение 40 дней в виде воды. То есть, человек в первые 40 дней своего существования является чем? Каплей воды. В течение первых 40 дней капля воды не превращается в кусок или сгусток крови. То есть, сначала попадание капли во что? Во чрево матери, в матку матери, продолжает эта капля. Оставаться капли в течение первых 40 дней. То есть, в этом же самом виде, в таком же образе. Теперь другой вопрос. То, что мы говорим, что человек в течение первых 40 дней является нутфа. Каплей воды. То есть, можно ли сказать? Что в течение всего этого срока времени с этой каплей не происходит никакого тасуира. То есть, Ивышний Аллах, пану Атали, ничего в нем не изображает. Ау-ль-Хазг, и ничего в нем не творит. Ау-нахазали, и тому подобное. То есть, некоторые сказали, раз человек продолжает оставаться в течение 40 дней каплей, значит, в нем еще не происходит никаких изображений, его лица или глаз и так далее. Не происходит относительно него ничего. Можно ли, говорит, так сказать, внимательно смотрите в книгу, для того, чтобы повышать арабский язык. Тот, который слушает и смотрит на меня, не достигнет этого результата. Необходимы слова просматривать глазами. Говорит Аль-Джаваб, ответ, Этот хадис не указывает на это. То есть, то, что человек является каплей воды, еще не указывает на то, что Всевышний Аллах ничего не делает с этой каплей. И не происходит никаких изменений в его творении. Но этот хадис всего лишь указывает на то, что в течение 40 дней капля воды не превращается в кусок крови, а остается нутфа, остается капля воды. Но это не означает, что она в таком же состоянии, как была в течение всех 40 дней. Нет, все равно происходят определенные изменения. Но эти изменения не достигают уровня, то, что капля превращается в густок крови. Это имеется в виду в этом хадисе. А что касается вопроса того, происходит ли от Всевышнего Аллаха относительно этой капли какое-то изображение или изменение, и когда оно происходит, то относительно этого вопроса, то этот вопрос в этом хадисе не разбирается вообще. Говорит, Но этот вопрос разбирается в других хадисах. Говорит, Говорит, что касается слов пророка, а потом этот человек становится после капли, в течение 40 дней является точнее чем сгустком крови. Говорит, То есть в течение следующих 40 дней творение человека является даман мутаджаммид. Кровью мутаджаммид. Что такое мутаджаммид? Джаммид. Что такое джаммид? Мы брали это слово многократно во время изучения нахвуль вадах, когда находились в даммаджи. Джаммид, то есть застывший, неподвижный. Кровь мутаджаммид, застывшая кровь. Фирахим л-ум, то есть в очреве его матери, арбаина йоман ухра, в течение следующих 40 дней. Калесу маякуну мудгатан мисля залика, а потом является куском крови мисля залика. Что значит мисля залика? Что я понял? А? Подобно этому. Что значит подобно этому? Говорит, смотри, Является 40 дней каплей, потом мисля залика в грузском крови. Да, потом мисля залика мудра. Имеется ввиду, столько же имеется ввиду, также, то есть в течение опять 40 дней является тем-то. Потом еще в течение 40 дней тем-то. Говорит, Ята хаввалю ила мудга. Вахи якит ату л-лахамм. То есть в течение следующих 40 дней Ята хавваль. То есть переходит, превращается в кусок крови, в кусок мяса. Вахи якит ату л-лахамм. А мудга это говорит, что кусок мяса. Айдан арбаина йоман ухра. То есть опять в течение следующих 40 дней. Вадат тахауль минаддам ила л-лахамм. Это говорит, переворот, перехождение от крови во что в мясо. Ила ахири ги калифи салаллаху л-лахамм. Сумма якун. И так далее до конца хадиса. И обратим, говорит, внимание, что пророк салаллаху л-лахамм постоянно использует слово сумма, а потом, а потом. Вакалимат сумма. А слово сумма, а потом. Туфидут тарахи. Указывает на что? На запаздывание. Имеется ввиду, что одно происходит после другого. А не одновременно. Говорит, вот тарахи. Камагу ма'люм. Фикулли шей ин биха сабихи. А вот это запаздывание, говорит, как это известно. Относительно каждой вещи по-своему. То есть, каждая вещь запаздывает по-своему. То есть, вот это ясно или нет? Значит, сначала бывает куском капли воды, потом куском или сгустком крови, потом куском мяса. Вот тасуири якуну фиасна гадиль мудда. Говорит, и более правильное мнение, говорит, что изображение, которое производится относительно плода человека, происходит в течение этого времени. В течение вот этих вот 120 дней. По хаджафе сагам муслимин хадис Хузейфа ибну Асид. Пришло, говорит, сагам муслим со слов Хузейфа ибну Асида. Не усейд, как некоторые читают, а как должно быть? Асид. Хузейфа ибну Асид. Алихифари Абу Сариха. Его зовут Абу Сариха. Один из известных сподвижников, которые давали присягу посланника Аллаха, салаллаху алисалям, под деревом. Скончался в 42-м году хиджри. Хузейфа ибну Асид. А на набии, салаллаху алисаляма, о том, что пророк, салаллаху алисаляма, сказал. То есть теперь, смотри, шех Салих али-шех, приводит похожий хадис, как хадис ибну Асида. Но уже со слов кого? Хузейфа ибну Асида. Другой хадис, но смысл, что одинаковый. Говорит о том, что пророк, салаллаху алисаляма, сказал. Идамарррабин нутфати финтан у арбауна лейля баа саллаху илейха малакан фасавварага. Когда, говорит, относительно капли воды зародыша человека проходит 42 дня, 42 ночи. То есть в этом хадисе уже сказано сколько? 42. А в хадисе ибну Асида сказано сколько? 40. Так или нет? Является нутфой 40 дней. А здесь сказано является нутфой, то есть каплей воды 42 дня. Баа саллаху илейха малакан фасавварага. Всевышний Аллаху алисаляма посылает к нему, к этой капле, ангела, который делает в ней изображение. То есть делает изображение в этой капле, то есть предварительное предначертание, каковым будет лицо человека, каковым будет его тело, уши и тому подобное. Говорит, и творит ему, то есть Всевышний Аллаху алисаляма слух, и его зрение, и его кожу, и его мясо, и его кости. Суммаккаль, а потом говорит. Что ты отсюда берешь, брат? То, что, смотри, обратим внимание, необходимо здесь усвоить то, что мы на данном уроке читаем два хадиса об одном и том же явлении. Хадис ибнум Асиуда, и хадис кого? Хрузейфы. Ибнум Асиуда или какой-то другой хрузейфы? Хрузейфы ибнум Асида. Это не хрузейфы ибнум Асида. Два разных хрузейфы. Так? Хрузейфы ибнум Асида. Смотри, в хадисе ибнум Асиуда приходят о том, что человек является каплей в течение 40 дней. Потом является сгустком крови в течение следующих 40 дней. Потом является куском мяса в течение следующих 40 дней. Фаид. Теперь, Ильшех Салих Алишех, помните, во время разъяснения сказал, но происходит ли какое-то изображение относительно капли, относительно сгустка крови или нет, в хадисе Ибн Масруда вообще об этом речь не идет. А речь об этом идет, говорит, в другом хадисе. В таком хадисе имеет в виду вот этот хадис Хозейфа Ибн Асида. Здесь сказано то, что после того, как человек является каплей в течение 42 ночей, к этой капле приходит ангел. Есть противоречия между хадисом Ибн Масруда и между хадисом Хозейфа Ибн Асида. В хадисе Ибн Асида сказано, что 40 дней каплей является, а здесь сказано, что 42 дня является каплей жидкости, каплей воды. Как собрать между этими двумя ревоятами? То, что творение человека происходит по-разному. Кто-то бывает 40 дней, кто-то бывает 42 дня, и разница незначительная, так или нет. То есть в зависимости от плода Всевышний Аллах Аспану Атали иногда творит его в течение 40 дней капли, иногда в течение 42 дней капли. Затем после того, как стадия капли человека проходит, Всевышний Аллах Аспану Атали посылает к нему ангела. Посылает к нему ангела. Этот ангел чем занимается? Ангел по приказу Всевышнего Аллаха Атали чертит относительно этого плода изображение. Каковым будет его тело, каковым будет его лицо и тому подобное. И производит предварительное начертание, каковым будут его кости, его мясо, его слух, его зрение, его тело и тому подобное. Вот это понятно или нет? Это не означает, что после 42 дней или после 42 ночей капли превращаются в мясо, в кости, в слух, в зрение. Нет. Имеется в виду, что происходит предварительное начертание. Потом оно в течение развития 40 дней, следующие 40 дней уже проявляется внешне. Вот это вот предначертание проявляется внешне. Вот это понятно или нет? Это, иншаллах, ясно. Говорит дальше. Потом этот ангел говорит, я раб, о мой Господь, что мне сделать с этим, с этой каплей или что мне сделать с этим зародышем? Является ли он мальчиком или девочкой? То есть, что мне сделать, мальчика или девочку? И говорит, предписывает твой Господь, что пожелает. Иногда предписывает, чтобы этот плод был девочкой, а иногда предписывает, чтобы он был мальчиком. И это ангел записывает, записывает, что этот плод будет мальчиком или он будет девочкой. А потом говорит, я раб, аджалю, о мой Господь, а каков будет его срок жизни? И говорит, твой Господь, что пожелает. И ангел записывает, его срок жизни будет 63 года или 80 лет или 25 лет и так далее. В зависимости от того, что сказал ему его Господь, то есть Всевышний Аллах. О мой Господь, а каково будет его пропитание? Что мне записать? И твой Господь предписывает ему, что пожелает. Поэтому приходит в одном из хадисов, что пропитание человека, которое ему предопределено, следует за человеком неотступно, так же, как за ним следует его смерть, так же, как за ним следует его окончание жизни. То есть люди, которые гоняют дунью, пытаются что-то заработать в этой жизни, не зарабатывают ничего, кроме того, что гонится за ним само. Это ясно или нет? Говорит, и ангел это записывает. А потом ангел выходит с этими надписями, которые в его руке. Имеется ввиду, сахива, это что такое листок? Рукопись. Выходит ангел с этой бумагой, на которую он записал эти записи. И уже ничего не добавляется к тому, что было ему приказано, и ничего не убавляется. Твой бед хадис приходит у имама муслима. Твой бед. Теперь произошло опять внешнее противоречие. Какое внешнее противоречие произошло? То, что в хадисе Ибн Масруда сказано, что ангел посылается для записи этих вещей после какого срока? После 120 дней. Так или нет? А в хадисе Хузейфа Ибн Асида сказано, что он посылается через 42 дня или через 40 дней. То есть после первой сороковки. Так или нет? После первого периода. И собрать это можно как то, что основа хадиси Ибн Масруда, то, что ангел посылается для дуновения, для того, чтобы вдуть в этот плод дух. Это происходит после 120 дней. Понятно или нет? Что касается Хузейфа Ибн Асида, то обрати внимание, что в нем не сказано, что ангел записывает эти вещи после 42 дней. Но сказано, что ангел приходит к нему и совершает предначертание или изображение относительно его тела, относительно его лица через 42 дня. А потом сказано, сумма, яхуль. А потом он говорит, когда это происходит, может быть через эти 42 дня, может быть через 120 дней. Говорит, фадия дуллю аля анна тасуир сабих литамам хазил мудда. Говорит шейх Салих али шейх, но что мы берем из этого хадиса Хузейфа Ибн Асида однозначно, то, что изображение относительно плода человека происходит в течение этого срока. То есть в течение этих 120 дней, после 40 дней, а не после 120 дней, как это может быть понятым ошибочно из хадиса Ибн Асида, говорит, И то, что изображение человека и предначертание его вида, его суры, то есть его изображение, каковым он будет, происходит после 42 первых ночей его существования. И сказал Всевышний Аллах, и Он построил тебя, то есть создал тебя в том изображении, в котором пожелал. То есть Всевышний Аллах предает каждому человеку его изображение, как он пожелает. Но здесь опять важно понять, что тасуир, изображение, здесь в данном случае имеется в виду тахтыд. Тахтыд это предварительное предначертание. Потом из него выходит уже изображение в течение следующих дней. А не сразу происходит изображение. Говорит, Потому что в шариате используются три разных слова относительно творения плода. Говорит, а это создание изображения и творения и аль-бар. Бар это что такое? Окончательное установление. Сказал Всевышний Аллах, Он Аллах, Он Аллах, Аль-Халик, Уль-Бари, Уль-Масаввир. Творец, Аль-Бари. Бари это кто такой? То есть тот, который завершает творение. Валь-Масаввир. Масаввир это тот, который изображает это творение. Фаль-Масаввир ма'наху. Что значит Масаввир? Смысл этого? То есть тот, который делает определенную вещь на образе, который ему был изначально предначертен. Говорит, что такое халк? Творение какой-то вещи, творение плода. То есть то, что Всевышний Аллах предопределяет ему отрав, то есть его конечности, а также его органы тела. И тому подобное. А что такое аль-бар? Чтобы Всевышний Аллах завершил его творение, и творение стало полноценным. То есть чтобы Всевышний Аллах завершил до конца то, что было предварительно предначертнено и предопределено. Говорит, это что касается плода, говорит, ясно и видно. Потому что, говорит, плод, сначала происходит изображение относительно него, предначертание вот этого. До того, как появятся действительности его органы тела. Говорит, то есть что имеется ввиду, что органы тела, органы тела, они не происходят просто так, в одно мгновение, раз и появились. Но они происходят после определенного предначертания. То есть по определенной программе как бы, по определенному, как оно называется, по определенному начертанию. То есть подобно тому, как если ты, например, сделаешь какой-то объект из бумаги и останется в него лишь вдуть. Когда ты в него вдуешь, появляется наполненный объект в определенной форме. Эта форма откуда появилась? Она не появилась просто так, но появилась потому, что ты изначально ее так, что сделал, предначертал. Ясно или нет? И она появилась именно, допустим, в форме треугольника или именно в форме квадрата, потому что ты так изначально ее измял. Чтобы она появилась именно в этой форме. То же самое относительно говорит плода. Говорит... Бывает так, что некоторые из зародышей, когда происходит выкидыш после 90 дней его существования, или больше, чем 80 дней, то ты увидишь, что он подобен доске, на которой есть какие-то черты. То есть что-то на нем начерчено. То есть есть какой-то объект, на котором есть определенные рисунки. Благословен же Аллах, самый прекрасный из Творцов. Говорит, это как будто бы предначертание на определенные, что прозрачные вещи. Вместе с тем, что никаких органов тела еще до сих пор конкретных не видно. Но это всего лишь предварительное предначертание, как это пришло в хадисе Хузейфа ибну Асида. Это то предначертание, которое делает ангел по приказу Всевышнего Аллаха. И ангелы, то есть на них накладывается ответственность, такая, какую его желает Всевышний Аллах. Скажи, умертвит вас ангел смерти, на которого возложена эта ответственность относительно вас. То есть он приходит, и на нем ответственность забрать твою душу. Говорит, и ангелы, на них накладывается ответственность делать то, что пожелает от них Всевышний Аллах. Они не ослушаются Аллаха относительно того, что он им приказал, и они совершают то, что им приказано. И говорит, из этого хадиса, то есть из хадиса Хузейфа ибну Асида, также берется польза какая? То, что в этот срок, то есть после 42 дней или 42 ночей его существования, уже предписывается человеку, будет ли он мальчиком или девочкой. Как это пришло в нашем хадисе Хузейфа, который мы привели ранее. То, что после 42 ночей ангел задает вопрос Господу и спрашивает, И всевышний Господь предписывает, что пожелает, и ангел это записывает. Говорит, после 42 дней или после 42 ночей знание о том, чем является этот плод, мальчиком или девочкой, «Ан яхтисасы ляйби» выходит из знания Всевышнего Аллаха и его конкретизации. Что значит? То есть имеется в виду, что когда плод начинает свое зарождение, и до 42 первых ночей никто, кроме Аллаха, не знает, кем будет этот плод, мальчиком или девочкой. А после 42 дней уже становится известно первому кому ангелу о том, кем будет этот зародыш, мальчиком или девочкой. И это уже оказывается записано. Имеется в виду, что знание об этом, будет ли плод мальчиком или девочкой, после 42 дней выходит из конкретизации знания Аллаха. Все, это уже не является только знанием Аллаха. Но об этом знает не только Всевышний Аллах, уже начинает знать кто-то другой. И это уже не является абсолютным скрытым знанием. Понятно или нет? В начале до 42 ночей это было абсолютным скрытым знанием, которое знал только Аллах. А после 42 ночей оно уже является частичным скрытым знанием. Скрыто для кого-то и не скрыто от кого-то. Говорит, Потому что Всевышний Аллах знает о пяти вещах, о которых не знает никто, кроме Него. То, что Всевышний знает, что во чреве женщин, то есть мальчики или девочки. А знание о том, что в чреве матери включает себя, кто в чреве матери, то есть мальчик или девочка, и что, то есть каково творение человека в чреве матери. Та'ля, Субхануа Та'ля, сказал Всевышний Аллах, Всевышний знает то, что несет в себе каждая женщина, или каждая самка, то есть как из животных, так и из людей. И то, что происходит в чревах матерей, что убавляется в чревах и что добавляется в них. И каждая вещь у Всевышнего Аллаха по его уровню, то есть по его количеству. Говорит, Говорит, и вот это вот общее знание о том, как происходит татауур. Что такое татауур? Изменение развития. Как происходит развитие плода в чреве матери? Лахза, билахза. Как это? Лахза, билахза. То есть момент за моментом, как это происходит, никто этого не знает, кроме Всевышнего Аллаха. А что касается знания о том, каковым является плод, мальчиком или девочкой, то это знание, только лишь знание Всевышнего Аллаха до 42 ночей. Это хадис указывает на то, что все, это знание уже выходит из того знания, о котором знает только Аллах. Нет, это знание уже становится, что? Всеобщим знанием, не только знанием Всевышнего Аллаха. Говорит, Поэтому, говорит, в некоторых первых веках, то есть в древности, некоторые из опытных людей, как об этом говорит Ибн-Уль-Арабий в его тафсире Ахкам-Уль-Кур'ан, смотрели на живот женщины. И могли сказать В его животе мальчик или девочка. То есть, говорит, раньше были такие люди, специализировались на этом, могли посмотреть на живот женщины, имея в виду не на живот голый, то есть без одежды, имея в виду со стороны смотрели на женщину, на беременную, в одежде, и говорили, у этой женщины в животе мальчик или девочка. Это они могли сказать до 42 дней или после 42 дней? Только после 42 дней, потому что до 42 дней никто об этом не знает, кроме Всевышнего Аллаха. И здесь полезный момент у себя, подпишите, то, что есть два Ибн-Уль-Арабий. Один Ибн-Уль-Арабий с Алиф-Лям, Варраф, то есть в определенной Аль-Арабий. И есть второй Ибн-Арабий, без Алиф-Лям, то, что называется Накира, в неопределенном состоянии. Так вот, Ибн-Уль-Арабий, один из ученых Малектийского Мазаба, автор книги, каковой Ахкам-Уль-Кур'ан, автор книги Тафсира Кур'ана. И второй Ибн-Арабий, Зиндих, то есть один из безбожников, которые имели убеждение о том, что Всевышний Аллах соединен со своими творениями и растворен в них. Не нужно путать между этими двумя. Один Ибн-Уль-Арабий, Зиндих, и второй Ибн-Уль-Арабий, великий ученый. Если с Алиф-Лям, то он известный, великий ученый. Если без Алиф-Лям, то про него говорят Накира Мунаккара. То есть он пришел в неопределенной форме, и он Мунаккар. То есть отрицается, что делается? Порицается. Понятно или нет? Так вы можете запомнить относительно этого человека, кто есть кто. Дальше. И ученые упомянули о том, что если какой-то человек приходит и смотрит на живот женщины и говорит, в животе мальчик или девочка, то это не является заявлением о скрытом знании. Почему? Потому что скрытым это знание является только до 42 ночей. А некоторые говорят, что узнать мальчик или девочка можно только после того, как будет вдохнуть дух в плод. Когда это происходит, дуновение духа в плод? После четырех месяцев, после 120 дней. Некоторые сказали, что это является скрытым знанием до 42 дней, а некоторые сказали до 120 дней. И более правильно то, что это до 42 дней. Как пришло в хадисах Рудзейфа ибну Ласида. Говорит, но правильное мнение, что это знание является знанием абсолютно скрытым только до 42 ночей. Как на это указывает достоверный хадис, который мы привели ранее. То есть со слов Рудзейфа ибну Ласида. Поэтому, говорит, в наши времена мы тоже можем узнать плод мальчика или девочка посредством современной аппаратуры, которая может посмотреть в чреве женщины, что происходит. И это не является заявлением о скрытом знании. То есть если женщина приходит к доктору на 80-е или на 70-е, на 50-е день, и он смотрит своими средствами современными и говорит, у вас мальчик или у вас девочка. Является ли это заявлением о скрытом знании? Говорит, нет. После 42 дней это уже не является заявлением о скрытом знании. Потому что, говорит, ни один доктор и ни один врач не может узнать о том, мальчик или девочка в чреве матери до 42 дней. Поэтому, если ты придешь на 30-й день, и доктор тебе будет говорить, что в чреве у тебя мальчик или девочка, так можешь сказать, относительно его, что он казап, что он является лжецом. Потому что об этом не знает никто, кроме Аллаха. И он лишь пытается показаться перед тобой суперпрофессиональным врачом, для того, чтобы содрать с тебя побольше денег. Ясно или нет? И является никем иным, как лжецом. Говорит, Потому что до 42 дней это знание является только знанием Аллаха. Вместе с тем, что мы можем сказать, что даже после 42 дней доктора еще в основе своей не могут определить, мальчик или девочка. Почему? Потому что они определяют это. Не потому что им ангел об этом сообщает, так или нет. Не потому что они вместе с ангелом послушают, кем является мальчик или девочка. Но потому что они могут определить это после того, как выразится орган тела мальчика или орган тела девочки. То есть половой орган. То есть после того, как определится. Половой орган мальчика или половой орган девочки. А это происходит еще после 42 дней, еще дольше. Не только сразу после 42 дней, а еще дольше после этого. Говорит, и плод является после 40 дней сгустком крови, а еще после 40, то есть после 80 уже, с куском мяса. И в итоге получилось 120 дней, то есть 4 месяца. Далее, Шейх Салих Али-Шейх приступает к разъяснению некоторых других вопросов. Давайте на этом остановимся и дальше будем читать, иншаллах, на следующем уроке. Субханакаллаху маби хамдик. Ашаду Аллах, Иллах, 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 Астахфиру Аллаху, Атуба, Иллах. Бисмаллах, Альхамдулиллах, Салата, Ассаламу, Аля, Расулиллах, Аля, Али, Асхаби, Аману, Аля, Маба. Говорит дальше Шейх Салих Али-Шейх, разъясняя 4-й хадис в нашей книге. Говорит, затем посылается к нему ангел. То есть посылается к нему ангел, которому дано задание вдуть дух человека. И посылается он после 4 месяцев жизни человека. Это говорит и есть тот самый первый ангел, который был послан после 42 ночей. Как это приходило в хадисе Хузейфы, который мы зачитали ранее. Но это другое послание. То есть есть два мнения. Что это за ангел, который посылается через 4 месяца? Либо это новый ангел, отдельный ангел, то есть тот, которому поручено вдохнуть дух человека. Либо это тот же самый ангел, который посылался после 42 ночей. И конкретного контекста относительно этого нет. То есть возможно это тот же самый ангел, а возможно другой. Этот вопрос ясен или нет? Далее. Говорит, И он вдувает в него дух. И ему приказывается запись 4 вещей. Записать его пропитание. А также его конец жизни. А также каковыми будут его деяния. А также будет ли он несчастен или будет он счастливым. Что у нас произошло? Произошло то, что в хадисе Хузейфа ибну Асида приходит указание на то, что ангел, который записывает эти вещи, пропитание, срок жизни и тому подобное, приходит на 42 ночь. Так или нет? То есть после 40 дней жизни человека. А в этом хадисе, хадисе ибну Асида, который у нас в книге, указано на то, что через 4 месяца приходит ангел, который вдувает дух. И сказано, и записывается его пропитание, его конец жизни и тому подобное. То есть получилось внешнее противоречие. Как это понять? Все-таки ангел, который записывает эти 4 вещи, приходит через 42 ночи или приходит через 4 месяца, то есть через 120 дней. Говорит Хуна Назара Аль-Улама Физали Кафакалю. Ученые посмотрели в эти 2 хадисы и сказали, «Хазал хадис ядуллю аля анна нафхаррух ла якуну илла баада арбаати ашхур». Этот хадис, говорят, указывает на то, что вдувание духов человека бывает только после 4 месяцев. «Ва ла аза бана алимаму Ахмад ва джема амин ахлиль альм кауляхум». Говорит, и на этом имам Ахмад, а также другие обладатели знания построили свое слово и свое мнение о том, «Инналь джанина идаса ката ла арбаати ашхур». То, что если выкидыш у женщины случится после 4 месяцев, «гусси ла васулли алих», тогда его необходимо мыть, и над ним необходимо совершить намаз джаназа. «Ляну кадну фи хафи ррух бидалалат гадал хадис». Потому что он считается тем, которого был вдохнут дух, как на это указывает вот этот вот наш хадис. То есть хадис Абдуллаха ибну Мас'уда, радия Аллаху, ангу. «Ва хадису ухар, даллят аля анну юг, табу рис, уху аджелю, уху ашатию, наусаид, табля залика». А другие хадисы указывают на то, что человеку записывается его пропитание и конец его жизни, а также будет ли он несчастным или счастливым до этого, до 4 месяцев. Прежде чем читать дальше, давайте сразу разберемся, а потом будем читать, чтобы было легче. Значит, правильное мнение относительно этого, то, что дух вдувается в плод только после 4 месяцев. Это основа, то, что дух вдувается после 120 дней жизни зародыша. И может быть такое изредка, то, что дух может быть вдохнут раньше, чем это. И это подтверждается на практике, то, что иногда женщина чувствует движение плода раньше 4 месяцев его существования. Это бывает, но это бывает изредка. Но основа то, что дух вдувается в плод человека после 4 месяцев. Что касается записи его 4 вещей, его жизни, его пропитания, будет ли он счастливый или несчастный, его деяний, то это происходит после 42 дней существования плода. После 42 дней существования плода. Почему? Потому что, что касается нашего хадиса Абдулла ибн Масруда, то в нем не сказано, что запись этих 4 вещей происходит после вдувания духа. Сказано, То есть, после 4 месяцев посылается к нему ангел, и вдувает он в него дух. И сказано, И приказывается 4 вещи. Не сказано, что приказывается именно в это время записать 4 вещи. Но вот эта частица Вау, она не указывает на порядок. То есть, ее можно понять так, что эти 4 вещи были приказаны в это время, или приказываются раньше этого, или приказываются позже этого. Когда это приказывается, более подробно разъяснено в хадисе Хузейфа ибну Асида. То, что это приказывается после 42 дней существования плода. Вот это понятно или нет? Значит, запись этих 4 вещей приказывается после 42 дней существования плода. А что касается вдувания духа, то это происходит через 4 месяца, после существования плода. Это, иншаллах, мы усвоили. Говорит, А другие хадисы указывают на то, что эти 4 вещи записываются до этого, то есть до 4 месяцев. Как это в хадисе Хузейфа ибну Асида. Как же говорит нам объединить эти хадисы? В одном из них указывается на то, что записываются эти 4 вещи до 4 месяцев, то есть после 42 ночей. А также вот этот хадис Абдулла ибну Асида, в котором приходят упоминания о записи этих 4 вещей после 4 месяцев, после 120 дней существования плода. А и баадатамам арбаат ашур, то есть после 4 месяцев. У ученых относительно этого есть несколько мнений. И самое правильное мнение, как мне кажется, говорит Шехсал Халеших, То, что пришло в этом хадисе, то есть в хадисе Абдулла ибну Асида, в нем нет конкретного порядка, что идет, зачем. Говорит, почему? Упоминание записи 4 вещей пришло после упоминания того, как развивается плод в чреве. То есть в хадисе Абдулла ибну Асида, как пришло? Сначала приходит рассказ о том, как развивается плод в чреве, так или нет. Говорится, первые 40 дней бывают в форме капли, вторые 40 дней бывают в форме сгустка крови, третьи 40 дней бывают в форме куска мяса. Потом, говорится, потом посылается к нему ангел и вдувает в него дух. Вот это вот что такое досюда? Досюда идет разъяснение того, как развивается плод в чреве матери. Правильно или нет? Потом, говорится, и приказывается 4 вещи. Приказывается записать 4 вещи. Его срок жизни, его деяния, счастливые или несчастные, и его пропитание. Фаэб говорит, говорит шейх Салих Али-Шейх, почему вот это вот упоминание о записи четырех вещей приходит после разъяснения о том, как развивается плод. Вместе с тем, что запись происходит, по идее, после сорока двух ночей, а не после четырех месяцев. Потому что, говорит, включение о записи этих четырех вещей в процесс того, как развивается плод, оно с точки зрения арабского языка является неприемлемым. То есть арабы как делают? Арабы сначала разъясняют один вопрос, потом начинают разъяснять другой вопрос. Они не включают два разных вопроса в один и не смешивают все в одно. Сначала разъясняется одно, потом разъясняется другое. Поэтому пророк Салалава Саламов в хадисе Абдуллаем на Масруде что сделал? Разъяснил, как происходит развитие плода, что он происходит, что он проходит три стадии, по 40, по 40, по 40 дней, потом вдувается в него дух. А потом начал разъяснять о том, что также относительно плода идет запись этих четырех вещей. И не разъяснил вот эту вот запись посередине, не включил это посередине, когда разъяснял о развитии плода. Потому что это, говорит, не соответствует красноречию арабского языка. Вот это понятно или нет? Хоть оно в действительности, запись этих четырех вещей происходит в процессе, в процессе развития плода, после 42 ночей, а не после четырех месяцев. Говорит, это вот самый правильный ответ относительно этого. И поэтому пророк Салалава Саламов не применил здесь частицу сумма потом, а потом записываются ему эти четыре вещи. Не сказал так. Сказал, и записываются ему также четыре вещи. И не сказал, когда это происходит. А о том, когда это происходит, уже приходит не в хадисе Абдулла ибнума сруда, а в хадисе кого? Хузейфа ибнума Асида. Понятно или нет? А что касается, когда пророк Салалава Саламов разъяснял этапы развития плода, все время использовал частицу какую? Сумма. А потом, а потом, сначала так, а потом так, а потом так. Разъяснил три периода, по 40, по 40, по 40. Потом, говорит, вдувается дух. Все это разъяснял частицами, а потом, а потом. А что касается записи четырех вещей, сказал, А также ему приказывается записать четыре вещи. Это уже привел с чем? С частицей вау, а не с частицей сумма. Так вот, вау, в арабском языке не указывает на порядок и не указывает на последовательность. Понятно или нет? И не противоречит тому, что запись четырех вещей произошла не после четырех месяцев, а после 42 ночей. Вот такое вот собирание между этими двумя хадисами, на самом деле, противоречия никакого нет. Говорит, но, говорит, цель пророка, во-первых, была разъяснить тадарруч. Что такое тадарруч? Тадарруч, то есть постепенность в развитии. А после этого пророк, саламу, уже упомянул о вдувании духа. То есть это происходит после четырех месяцев. Потому что вдувание духа связано с тем, что до этого. То есть вдувание духа тоже как одна из стадий развития плода. Так или нет? Так, говорит, А что касается записи четырех вещей, то она, говорит, хоть и происходит посередине этих 120 дней, то есть после 42 ночей. Но, говорит, ее пророк, саламу, упомянул о вхират. Попозже. Почему? Потому что ее упоминание ла юнасиб. Является неподходящим. Литертип тилькаль атвар. Атвар балдыга аля бал. Потому что в данный момент пророк, саламу, разъясняет порядок развития плода. Атвар, то есть его стадии. Один за другим. Балдыга аля бал. Одно за другим. И аня анналюга яктады хуснуга. То есть арабский язык, его красноречие и его красота несет и влечет за собой что? Ан ла тадхуль аль китаба байна адель атвар. Чтобы не включать рассказ о записи этих четырех вещей в рассказ о развитии плода. Поэтому пророк, саламу, его целью в начале этого хадиса было разъяснить вот эти вот три степени развития плода. Видишь, наличие плода в виде капли, потом в виде сгустка крови, а потом в виде куска мяса. А если бы пророк, саламу, после рассказа о сорока дней периода, когда человек является каплей, начал рассказывать о том, что ему записываются четыре эти вещи, то это бы прервало что? Связь. Это прервало бы единый рассказ о стадиях развития плода. Поэтому пророк, саламу, его посередине не упомянул, а упомянул позже. И без частицы суммы не сказал, а потом, а просто сказал, вау, и записывается ему то-то, то-то. Вот это понятно или нет? Посмотри, брат, как одни хадисы пророка, саламу, подтверждают другие хадисы. И это из знамения Всевышнего Аллаха Апану Аталии и того, как он сохраняет эту религию. Даже если кому-то из-за его слабого понимания вначале кажется, что один хадис противоречит другому. Но если посмотреть внимательно в два или в три разных хадиса, которые кажутся противоречащими друг другу, выясняется то, что никакого противоречия в действительности нет. Говорит, уаза лау назаир филлюга. Смотри, и этому, говорит, есть другие примеры в арабском языке. Уаминуу кавлюлла аззаваджаль. Из этого слова Всевышнего Аллаха Апану Аталии. Смотри, например, говорит, теперь тебе такой же пример из Фур'ана, как Всевышний Аллах Апану Аталии использует такой же прием. Говорит, уабада ахал калинсани минтын. Всевышний Аллах говорит, и он начал творение человека из глины. И опять идет рассказ о чем? О стадиях развития человека. И он начал творение человека из глины. Сумма джа'ала наслягу минсулялятин минмай иммагин. А потом Всевышний Аллах Апану Аталии сделал его насль. Сделал его что? Его насль это татарское слово. Есть в татарском языке точнее. Насль это что такое? Его род. И сделал его род, то есть родовитость, а слово род с буквой Д на конце. Минсулялятин минмай иммагин. Из капли презренной. То есть сначала сотворил человека из глины. Кто имеется ввиду? Адаму Алисасалам. А потом весь его род продолжает твориться уже не из глины, а из чего? Из презренной капли. Говорит сумма сауаху. А затем он его сауаху. Придал ему облик. То есть кому имеется ввиду? Адаму Алисасалам. И вдул в него из его духа. То есть вдул в Адама из духа Всевышнего Аллаха Апану Аталия. Не имеется ввиду дух Всевышнего Аллаха как атрибут. Кто-то споткнулся. Как атрибут Всевышнего Аллаха Апану Аталия. Дух. Здесь не имеется ввиду атрибут. Но имеется ввиду дух Аллаха. То есть почетный дух. Как творение Аллаха, которым является дух. То есть теперь посмотри здесь. Что произошло? Давай, пока про дух не будем. Сумма сауаху анафа хафи и миррухи. Говорит Всевышний Аллах Апану Аталия. А потом Всевышний придал ему облик. То есть Адаму. Уанафа хафи и миррухи. И вдул в него из его духа. Фаиб, что ты здесь понимаешь? Смотри, в начале, в первом аяте, Всевышний начал творение человека из глины. О ком речь идет? Речь идет о творении Адама. Правильно или нет? Потом в третьем аяте, третий аят, перескочим на третий аят. Сумма сауаху, а потом придал ему облик и вдул в него из его духа. Это о ком речь идет опять? Опять об Адаме. Так или нет? А вот здесь посередине. Сумма джааля наслаху минсуляля тимиммаймагин. И сделал его род из чего? Из презренной капли. То есть все остальные люди после Адама уже создаются не из глины, а из кого? Из презренной капли. Видишь? Фауна кана от Тартиб. Здесь говорит, что Всевышний Аллах соблюдает порядок во времени. Временной порядок. Вабада ахалка линсани минтын сумма джааля насла в минсуляля тимиммаймагин. Точнее, какой порядок? Не временной порядок. Здесь Всевышний Аллах соблюдает порядок чего? Рассказывание о том, как происходит стадия творения человека. Сначала был его отец, который был из глины, а потом был его род из капли. Говорит. Ма анна нафхаррух сабака уджудан насль. Вместе с тем, что третий аят во временном порядке, по идее, первее, чем второй. Потому что вдувание духа в Адама и его предавание ему облику происходит первее, чем что? Происходит первее, чем появление его детей и его внуков и всего его рода. Говорит. Айбада халкалинсани минтын. То есть, Всевышний Аллах соблюдал начал творение человека из глины. Сумма нуфихат фиррух. А потом вдулся в него дух. Так или нет? В Адама алейсалам. Сумма джуилан насль миммаймагин. А потом уже его род начал происходить из презренной капли. Фауна аххара нафхаррух ма анна убейнахума. Видишь, здесь говорит. Всевышний Аллах соблюдал отложил рассказ о том, что вдувался дух в Адама. Почему? Вместе с тем, что он посередине идет. Сначала вдувается дух, а потом уже идет все остальное. Весь остальной род. Адама алейсалам. Ляшли аниятанасаб альма ма альма ауттын ма альма. Для чего так Всевышний Аллах С.А. сделал? Для того, чтобы иятанасаб, чтобы привести рассказ в порядке вода с водой или глина с водой. То есть, видишь, раз Всевышний Аллах С.А. начал рассказывать и начал свой рассказ о том, из чего происходит человек. И сказал, мы создали человека из глины. Потом продолжил рассказ опять, из чего происходят другие люди. А дальше его потомство происходит из капли. Вместе с тем, что потомство из капли происходит после того, как в Адама вдувается дух и ему придается облик. Но почему Всевышний Аллах С.А. не сказал вот в этом порядке, я создал Адама из глины, потом вдул в него дух и придал ему облик, а потом весь его род продолжается из капли. Почему так Всевышний Аллах С.А. не сделал? Потому что, хотя по идее, это и есть временной порядок. Так или нет? Почему так Всевышний Аллах С.А. не сделал? Потому что он начал рассказывать о том, из какого предмета и из какого объекта происходит существование человека. И указал на то, что первый человек был создан из глины. Затем Всевышний продолжил рассказ об этом же, то есть об этой же теме. Хорошо, а тогда все остальное его потомство, из чего, из какой субстанции происходит, разъяснил, что это происходит из капли воды. Понятно? То есть произвел вот этот вот порядок, а не временной порядок. И не включил вот это разъяснение о вдувании духа и придавании облика посередине, для того, чтобы не нарушить вот этот вот порядок. Альма ма альма аутын ма альма. То, что он рассказывает, из чего происходит конкретно человек. Сначала из глины, потом из воды. И говорит, значит, понятно, это один из примеров этому же самому приему в арабском языке из Кур'ана. И таким образом мы собрали между этими, кажется, противоречащими хадисами. И это самое лучшее мнение в этом вопросе. Как собрать между этими двумя хадисами. И самое близкое мнение к истине с точки зрения арабского языка. И с точки зрения того, как должны собираться хадисы между собой. Вот это ясно или нет? Значит, итог какой получился? Итог получился то, что ангел, который вдувает дух, посылается через 4 месяца. А ангел, который записывает эти 4 вещи относительно человека, посылается через 42 дня. Вот это, иншаллах, понятно. Если мы это поняли, то, говорит, что получилось? Вдувание духа в человека связано с Писанием, то есть оно происходит вместе. Ангел приходит и сразу же вдувает, и сразу же вписывает. Или это происходит отдельно? Отдельно приходит, записывает, а потом отдельно приходит, вдувает. Ихталафа л'улама айдан фидалик. Об этом, говорит, ученые разногласили. Некоторые из ученых сказали, Вдувание духа в человека не бывает, кроме как после 4 месяцев. Потому что в этом хадисе Абдулла ибнам Асхуда приходит, А потом посылается к нему ангел, то есть после того, как разъяснил 3 стадии, капли, сгустка крови и куска мяса, а потом посылается к нему ангел и вдувает в него дух. А говорит, очистится сумма, а потом. Он несет за собой временное откладывание. Поэтому целая группа сподвижников сказала, и это мнение выбрал также имам Ахмад, и также целая другая группа ученых. То, что вдувается дух в человека в течение 10 дней после 4 месяцев. То есть 120 дней, это сколько? 4 месяца. Вот потом в течение 10 дней, в один из этих дней, то есть между 120 и между 130 днем, вдувается дух в человека. Говорит, это слова в нескольких сразу сподвижников. А другие из ученых сказали, А другие сказали, что дух вдувается через 4 месяца и 10 дней. То есть после 130 дней. Потому что есть такое мнение также от некоторых сподвижников. То есть сподвижники тоже в этом разногласили. Некоторые сказали, что дух в человека вдувается между 120 и 130 днем, а некоторые сказали, что после 130 дня. А другие ученые сказали, Некоторые сказали, что вдувание духа в человека происходит вместе с записью ему этих 4 вещей. Пророк сказал, потому что говорят, потом к нему посылается ангел, и он вдувает в него дух, и ему приказывается записать 4 вещи. Видишь, опираясь на вот этот вот риваят, некоторые из ученых сказали, вдувание духа и запись 4 вещей происходит одновременно. Одним посланием ангела. Видишь, в этом говорит риваят, в хадисе Абдулла ибн Асуда, который у нас в книге, Пророк, салаллаху алисаляма, перечислил запись 4 вещей и вдувание духа одновременно. Говорит шейх Салих али шейх, но из других хадисов, как, например, хадис кого? Фузейфа ибн Асида, мы знаем, что вдувание духа в человека, а что запись 4 вещей человеку было до этого, до 120 дней. После какой ночи? После 42 ночи, так или нет? И мы говорим то, что хадисы Пророка, салаллаху алисалям, не противоречат друг другу, но наоборот, соответствуют друг другу. Говорит, Это потому, что истина никогда не противоречит истине. Наоборот, одна часть истины подтверждает вторую часть истины. И эти ученые, то есть приверженцы третьего мнения, сказали это, опираясь на большинство случаев. А некоторые сказали, что дух вдувается через 120 дней, то есть после 4 месяцев, но при этом иногда бывает такое, что плод начинает двигаться в теле матери быстрее, чем в 120 дней, то есть раньше 4 месяцев. Сказали это, потому что запись 4 вещей и вдувание духа бывает одновременно. Но хадисы указывают на то, что писание и запись этих 4 вещей на самом деле раньше, чем 4 месяца. И это, говорят, означает то, что вдувание духа может быть до 120 дней. Мы говорим и спрашиваем. Запись происходит после вдувания духа или раньше. Говорим, в этом хадисе Абдулла 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 А потому что пришла частица Вау. А частица Вау не указывает на временную последовательность, а просто указывает на перечисление. Говорит, «Факаля сумма юрсалю иллиймалек, фаямфуху фейрух, ваюмару бьяр бьякалиман». Видишь, «вальвау ла тактады тартибан». Вау, говорит, не несет за собой порядка, то есть временного порядка. «Ва индама тактады ищеракан». Но несет лишь то ищерак, указание на совместность, что происходит и это, и происходит и это. Отсюда мы понимаем, что писание этих четырех вещей раньше, чем вдувание духа. А иногда может быть такое, что вдувается дух раньше, чем происходит писание. То есть и это, и это можно понять из этого хадиса, что писание раньше, а можно понять, что вдувание духа раньше. Почему? Потому что Вау не указывает на порядок. Вау, но более правильно, то, что писание происходит до вдувания духа. Как на это указывают многие хадисы. В общем говоря, короче говоря, в этом вопросе длинное разногласие, большое разногласие у ученых. Но его результат и его окончание в чем? То есть окончательное мнение какое, то, что вдувание духа, как в хадисе Абдулла ибнума Сауда, происходит после 120 дней. И вместе с этим мы соглашаемся, что может быть такое, что дух может быть вдув раньше, чем 120 дней в некоторых случаях. Поэтому мы замечаем иногда, что плод может двигаться с чревей матери раньше этого времени. Это говорит, что Мушахат поддается чему? Видению. То есть иногда мы это видим и замечаем. Потому что часто такое происходит, что чувствуется движение в Алихсас и чувство плода со стороны матери. И то, что он передвигается в ее чреве до окончания четырех месяцев. И Всевышний Аллах описал пророка, избранного своими словами. И пророк не разговаривает из своих страстей, но все, что он говорит, это лишь откровение, которое ему не спасывается. Зачем Шейх Салих Али Шех привел этот аят здесь? Для того, чтобы указать, то, что пророк Салих Али Салам эти хадисы говорил не от себя, но говорил лишь то, что говорит ему Всевышний Аллах Сану Аталя. И он является правдивым, слова которого необходимо подтверждать. А его хадисы и его слова подтверждают одни и другие. Вот это ясно. Значит, правильное мнение мы усвоили. Говорит, говорит дальше пророк Салих Али Салам, и вдувается в человека его дух. Что такое дух? Что такое дух? Говорит, махлюкун мин махлюкатилля. Дух это одно из творений Всевышнего Аллаха Сану Аталя. И мы не знаем, как конкретно происходит вдувание духа вплоть в человека. А также мы не знаем, каково соотношение духа с телом. То есть, как происходит то, что дух входит в тело и вступает в взаимосвязь с телом. А здесь дух был приписан кому? Ко Всевышнему Аллаху. Сказано, миррухи, я вдул в него из своего духа. Что значит из своего духа? Здесь, говорит, Всевышний приписал дух к себе, показа его почет и его величие. А когда я ему придам облик, здесь, говорит, приписывание духа к Аллаху, приписывание творения к Творцу, и приписывание чего? Почета, а не указание на то, что дух является чем? Атрибутом Всевышнего Аллаха Сану Аталя. Вот это ясно или нет? Смотри, что ты отсюда понял, брат? Что иногда в контекстах приходит фраза, например, говорится, лик Аллаха. В данном случае лик это атрибут Аллаха, или не атрибут, или это творение отдельное какое-то. Не, мы говорим, это атрибут Всевышнего Аллаха, или ядулла, рука Аллаха. Это атрибут Всевышнего Аллаха. А иногда приходит бейтулла, дом Аллаха. Фи бейтин мим бую тилля, говорится, в одном из домов Аллаха. Что значит дом Аллаха? Дом это атрибут Аллаха, или что это такое? Это творение, отдельное творение Аллаха, но почему оно приписывается к Аллаху? И с почета, и величие к этому объекту, к этому творению. Показывай его почет, Он сказал, на-кат-уллах, верблюдец Аллаха. Не в том смысле, что верблюдец его атрибут, атрибут Аллаха, а в том смысле, что это отдельное творение. То же самое говорит здесь. Рух-уллах, дух Аллаха. Не имеется в виду, что дух это атрибут Аллаха. Нет, имеется в виду творение Аллаха, которое приписывается к Аллаху для чего? Чтобы указать на его величие и на его почет. Вот это ясно или нет? Значит, когда христиане заблудились относительно этих контекстов, то есть у них были такие же контексты, где сказано, что Иса, алейсалям, кто? Рухун мин Аллах, дух от Аллаха. Они сказали, значит, Иса часть Аллаха. Значит, Иса атрибут Аллаха. Значит, Иса такое же божество, как Аллах. Мы говорим, нет, это заблуждение. Потому что дух Аллаха в данном случае не имеется в виду, что Иса дух Аллаха, то есть он атрибут Аллаха. Нет, имеется в виду, что дух это творение Аллаха, которое он сотворил и приписал его к себе, к смысле почета и его возвеличивания. Понятно или нет? Значит, когда говорят, Иса, слово Аллаха и дух от него, не означает, что дух от него часть Аллаха и является тоже таким же, обладает божественностью, как Всевышний Аллах. Но имеется в виду, в него, то есть в Ису, алейсалям, был вдохнут дух от Аллаха, то есть как творение Аллаха дух был вдохнут в Ису. Вот этот вопрос понятен или нет? Этот вопрос, иншаллах, ясен. Дальше говорит, И дух говорит, это секрет жизни. Как это известно? Но, говорит, мы должны усвоить то, что связь духа с телом, плода, чреве матери, связь слабая. Потому что дух еще ничего говорит, что не находит ничего, чем бы он мог укрепиться. То есть чем больше проходит время духа внутри плода ребенка, то есть связи с телом ребенка, скажем, в нем он набирает силу все больше и больше. Так что, когда плод выходит и рождается ребенок, связь духа с телом уже не такая, как она была в начале, при вдохновении, при дуновении этого духа в плод. Говорят ученые, то что дух с телом, у них между духом и между телом есть четыре вида связи. Что за четыре вида связи? Говорит, первый вид связи, связь между плодом и духом, тот, который бывает в чреве матери. Это когда посылается ангел, которому приказано вдуть дух в тело ребенка. В этом, говорит, есть жизнь, как тело, так и духа. Но, говорит, вот эта связь духа с телом плода, говорит, является частной связью, то есть слабой связью. Не такая связь, как связь духа с телом человека, когда человек уже родится. Значит, что хочет сказать, здесь начинает разъяснять другой вопрос. А это то, что ученые разъясняют и говорят, что связь духа с телом человека бывает четырех видов. Первый вид, когда человек находится в чреве матери. Дух связан с телом ребенка слабой связью. Связь слабая. Говорит Асаня, теперь второй вид связи. Когда человек уже рождается и живет в этой жизни, связь, говорит, духа с его телом уже другая. То есть, когда вот каждый из нас сейчас находится в этой дуне, его дух связан с телом или нет? Связан с телом. Какая это связь? Такая же, как была связь, когда мы были в чреве матерей или нет? Не такая же. Это уже другая, более плотная связь. Говорит, Потому что в этой жизни, в этой жизни, ближней жизни, говорит, основа тела, а дух следует за телом. Основа в человеке это его тело, а дух лишь следует за этим телом. Говорит, То есть, то, что таньим от слова нигма, то есть, наслаждение в этой дуне, а также таалюм от слова алям. Алям это что такое? Боль. А также чувство боли происходит в основе своей на тела. А дух лишь следует за этим. То есть, смотри, когда человека ударяют, например, или с ним происходит что-то болезненное, то боль чувствуется чем? В основе чувствуется телом человека, его нервами и тому подобное. И эта боль переходит также на дух человека. Но основа это тело, а дух лишь следует за телом. Говорит, Дух, говорит, человека чувствует боль вместе с болью тела и чувствует счастье вместе с счастьем тела. И может быть такое в этой дуне также, что иногда дух самостоятельно чувствует какое-то наслаждение, чувствует какую-то скорбь или тяжесть. Такое может быть. То есть, отдельно от тела. Когда происходит, когда говорят, душевное заболевание или наоборот, душевная радость. Когда человеку не нанесли ни удара и не дали ему никакого наслаждения телесного. Телесного он не чувствует ни наслаждения, ни боли. Но душа его, дух его мучится. Или наоборот, дух его наслаждается. Это что такое? Говорит, иногда такое бывает. То, что дух чувствует боль или наслаждение отдельно от тела. Теперь остались. Третий вид связи между духом и между телом. Когда человек умирает и живет в могиле между этой жизнью и между чем между судным днем. Здесь уже наоборот говорит. Основа это дух. А тело, наоборот, следует за духом. То есть, все, что происходит изначально касается духа человека. А потом уже оно отражается на теле человека. Это говорит наоборот этой ближней жизни. Значит, связь духа с телом в ближней жизни и в могиле противоположна. Понятно или нет? В этой жизни основа это тело, а дух следует за телом. А в могиле основа это дух, а тело следует за духом. Все, что говорит после смерти, то есть, в могиле, то жизнь это жизнь душ, душ людей. Мучение или наслаждение постигается кого? Постигает души людей. А тело лишь следует за этим. То есть, тело тоже получает какую-то часть наказания или наслаждения в могиле, следуя за духом. То есть, смотри, когда мы говорим наказание в могиле или наслаждение в могиле. Вот это наказание или наслаждение в могиле, верующему или неверующему, или лицемеру, или грешнику и тому подобное, касается чего? Касается его тело или касается его духа? Мы говорим, основа то, что это касается его души. То есть, душа мучается или душа наслаждается где в могиле. А что касается тела, то остатки тела человека тоже получают определенную часть наказания и определенную часть наслаждения. Следом зачем? За духом. Подобно тому, как в этой жизни душа человека получает наказание или наслаждение, следуя за чем? Следуя за телом. Вот это, иншаллах, понятно. Далее, говорит ар-раби и четвертый вид. Связи тела и духа. Это связь души с телом. Великий судный день, а также все, что будет после этого. То есть в раю или в аду. Вот в это время связь духа с телом является самой абсолютной, самой совершенной. В это время уже душа или дух человека будет творением отдельным, а тело будет творением отдельным. И говорит, наслаждение в судный день, а также наказание будет касаться как духа, так и тела одинаково. То есть не так, что одно следует за другим, но касается одновременно и этого и этого в самом абсолютном, в самом совершенном виде. То есть человек в раю, когда мы говорим человек в раю будет наслаждаться. Что имеется ввиду? Его дух будет наслаждаться или его тело будет наслаждаться? Говорим и его тело, и его дух в самом совершенном виде. Не так, что одно следует за другим, что-то получает больше наслаждения, а что-то меньше. Нет. Оба объекта будут получать наслаждение в самом совершенном виде. То же самое в аду. Неверующие будут получать наказание в самом совершенном виде, как на дух, так и на тело. Это, иншаллах, понятно. Говорит... И секрет всего этого знает один Всевышний Аллах. Говорит... И есть еще один вид связи духа с телом человека, который упомянули некоторые из обладателей знаний. Зияда, Алама, Закарна. Как добавка к тем четырем видам, которые мы упомянули. А это связь духа с телом, тогда, когда человек спит. Потому что дух спящего человека тоже связан с его телом. Но эта связь не такая крепкая, как если человек бодрствует. Как если он живет в бодрствовании. Говорит, есть определенная разница между двумя связями. Знаешь, что ты отсюда понимаешь? Когда человек бодрствует, его дух связан с его телом или нет? Его дух связан с телом, и дух находится где? В теле. Вопрос. Теперь, когда человек засыпает? Человек засыпает. Его дух в теле или где он? Мы говорим, его дух не в теле. Но он и не вне тела абсолютно. То есть, дух в основе своей уходит из тела. Всевышний Аллах, Закарна, забирает душу человека к себе. За счет этого человек видит сны и наслаждается во сне. То есть, человек, когда видит какие-то сны, например, он что-то кушает сладкое и так далее, он наслаждение получает или нет? Получает наслаждение во сне. Или, наоборот, если его мучают во сне, ты смотришь на человека, как он спит, и он что делает? Двигается справа налево, переворачивается. Ты видишь его стонание, мучение во сне. То есть, он мучается тоже во сне. Вопрос. Кого постигает мучение? Тело или душу? В этом случае мучение постигает душу. Постигает душу. Теперь вопрос. Душа где? В теле или не в теле она? Мы говорим в основе то, что она у Всевышнего Аллаха, но у него есть определенная связь с телом. Так что, если ты человека разбудешь, сразу просыпается. И душа оказывается в теле. В отличие от мертвого человека. У мертвого человека в теле нет души. Поэтому, сколько бы ты его не будил, и сколько бы ты его не тряс, он уже не оживет. Понятно или нет? Вот это разница между спящим, между бодрствующим и между мертвым. То есть, эти три вида связи духа с телом разные. Говорит, потому что часть тела, а часть духа человека. Говорит, Всевышний Аллах удерживает у себя в то время, когда человек спит. И говорит, эта часть тела, она двигается, ходит, передвигается, и из-за этого человек видит сны. То есть, человек, допустим, во сне находится в таком-то месте. Что знаешь, он находится во сне в таком-то месте? То есть, его душа, его дух находятся в этом месте, которое он видит во сне. Понятно или нет? Вместе с тем, что у этого души, у этого духа. То есть, допустим, Ты находишься в одной части земли А видишь во сне, что ты находишься в другой части земли В другой части земли находится кто? Твой дух, твоя душа И вместе с этим, часть ее То есть определенная связь есть между ней и между твоим телом Поэтому, когда тебя будет, ты сразу просыпаешься А часть души говорит Постоянно с телом Поэтому продолжает жить Значит, душа Когда человек спит Происходит у нее Два явления Часть души у Всевышнего Аллаха В том смысле, она ходит, куда захочет И из-за этого человек видит сон Но часть души постоянно с телом И за счет этого тело продолжает жить И человек во сне живой и не умирает За счет этого, понятно или нет? Это особая связь души с телом Значит, в итоге, сколько получилось связей Духа с телом? Пять связей Четыре, как мы сказали, в чреве матери В этой жизни, в могиле, в судный день И в раю в аду, это четыре И еще плюс в этой жизни, отдельная связь во сне Отдельная связь во сне Давайте следующее чтение Оставим иншаллах на завтра Шейх Салих Али-Шейх начинает разбирать Другой вопрос Субханакаллаху ма бихамдик И тогда этому ангелу приказывается записать Относительно этого плода Четыре слова Приказывается записать его пропитание А также его срок жизни А также его деяния И будет ли он несчастным или счастливым Говорит Шейх Салих Али-Шейх Эта запись называется Предопределение жизни Или жизненное предопределение А говорит предопределение Бывает несколько видов Из этих предопределений Дневное предопределение То есть то, что предопредляется человеку На его сутки На его день Из этого то, что предопредляется ему на год И это выше, чем дневное предопределение И из этих предопределений Предопределение жизненное То есть то, которое записывается человеку На всю жизнь А также из видов предопределения Прошлое предопределение Которое было записано В хранимую скрижаль То есть относительно всего существования человека Говорит прошлое предопределение Которое было записано в хранимую скрижаль Оно объемлет все творения Как об этом пришло в словах Всевышнего Разве ты не знаешь Что Всевышнему известно Все, что на небесах и все, что на земле Поясни все это в книге То есть имеется ввиду Хранимые скрижали Поясни это для Аллаха легко То есть видишь В хранимой скрижали записано Все, что на небесах и все, что на земле Как в мелких подробностях Так и в общем Говорит ва-каулюха А также слова Всевышнего Поясни каждую вещь Мы создали по предопределению Ва-каулюху А также пророк Сказал Всевышний Аллах Предписал Предопределение Всякой вещи До того, как он создал небеса и землю За 50 тысяч лет То есть до создания небесы и земли За 50 тысяч лет Все это было уже предписано В хранимой скрижали Этот хадис приходит у имама Муслима А также у имама Тирмиди Со словом Абдуллах ибн Амра ибн Аса Паулюху Каддар Аллаху Каддар Аллаху Абдуллах ибн Абдуллах ибн Асси Абдуллах ибн Асси Значит, прежде чем читать дальше Усвоили, что виды Таддира Виды предопределения Их несколько видов Бывают предопределения, которые записываются Человеку на его сутки На ближайшие Потом на его год На ближайший Потом на его жизнь А есть еще общее предопределение Всего его существования Это то, что записано В хранимой скрижали Что касается этого ангела Который записывает Это предопределение, когда человек в плоде матери Это какое предопределение он ему записывает Суточное, годовое Или жизненное Жизненное Записывает то, каким будет срок его жизни Каким будет его пропитание в течение его жизни И тому подобное Говорит Что касается вот этого последнего хадиса От Абдуллаха ибн Амра ибн Аса То слова в этом хадисе Всевышний Аллах предопределил Предопределение всякой вещи Имеется ввиду катаба То есть записал Это предопределение А что касается знания Всевышнего Аллаха То оно извечное, изначально То есть не имеет ни начала Ни конца И оно не имеется ввиду в этом хадисе Потому что знание Первее Произошло нам Почему? Потому что знание Всевышнего Аллаха Опережает все эти сроки Создание небес и земли За 50 тысяч лет до создания небес и земли И тому подобное Понятно или нет? Почему это шах Салих Аляшер здесь оговорил? Потому что, помните, мы говорили То, что предопределение состоит из нескольких ступеней Из этих ступеней Из вечное знание Всевышнего Аллаха И запись того, что произойдет Того, что происходит на небесах и на земле Так или нет? То есть раз предопределение включает в себя Все эти категории То кто-то может подумать Всевышний предопределил то, что будет на земле и на небесах До создания небес и земли за 50 тысяч лет То есть узнал об этом Не имеет ввиду узнал об этом Не имеет ввиду записал это А что касается знания То Всевышний Аллах Аллах знал об этом и так Извечно, без начала Говорит Отсюда мы поняли То, что вот эта запись Которую делает этот ангел Это запись жизненная То есть та запись, которую он записывает на жизнь человека И это часть Того предопределения Которое записано человеку в хранимой скрижале То есть если ты представишь Предопределение жизненное Каждому человеку То вот эта вот общая масса Как раз и будет то, что записано в хранимой скрижале То есть твое предопределение на жизнь Мое предопределение на жизнь Твое, твое То есть каждого предопределения на жизнь У каждого человека Если собрать Это и будет то, что записано в хранимой скрижале И Всевышний Аллах отправляет ангела, плоду этому, тому, кто в чреве матери, с конкретной его записью, по его имени, по имени его отца. Так или нет? Говорит, к каждому предопределение в зависимости от него. Значит, предопределение, которое храним и скрижали, оно общее, оно частное. А вот это вот предопределение, которое является предопределением жизненным, оно касается каждого человека в отдельности. И то, что человеку предопределено заранее, то, что с ним будет, какие он будет дела совершать, это не означает, что он заставлен к этим деяниям. Говорит, то есть, вот эти четыре вещи, которые приказываются ангелу их записать, не означает, что человек заставлен к этим четырем вещам. Но это всего лишь сообщение ангелу, чтобы он записал то, что записал заранее Всевышний Аллах отправляет. Для того, чтобы выявить то, что знание Всевышнего Аллаха относительно рабов является действительным и совпадает с действительностью. То есть, Всевышний Аллах отправляет в своем знании. Говорит, уаза тагдир, и это предопределение никто не может противоречить ему. Тот, кому предписано, что он будет несчастным, то он будет таковым. То есть, будет несчастным. Потому что знание Всевышнего Аллаха непременно выполняется, непременно происходит таким образом. В том смысле, что Всевышний Аллах знает о том, на чем будут рабы до самого судного дня. А также, все, что будет после судного дня. Говорит, это запись жизненная человека. Она записывается рукой ангела. И эта запись, которую записывает ангел, она отличается от той записи, которая в хранимой скрижале. В том смысле, что та запись, которую записывает ангел, ее еще можно изменить. А та запись, которая в хранимой скрижале, то она уже не поддается изменению. Знаешь, отсюда что-то понял? Что то, что записано в хранимой скрижале относительно человека, это уже невозможно изменить. Что там записано, так и будет. А что касается ангела, который записывает тебе жизненное предопределение, то оно может быть изменено. То есть, Всевышний Аллах намеренно, что делает? Дает ангелу ту информацию, которая потом изменится. Так, если человек будет делать мольбу Всевышнему Аллаху и говорит, например, О Аллах, если ты записал меня несчастным, то прости меня и запиши меня счастливым. И тому подобное. И эта запись, которую записывает ангел, она может быть изменена и записана таким образом, как оно приходит в ляухе-ль-Махфуз, как оно приходит в хранимой скрижале. Говорит, То есть, то, что записал Всевышний Аллах, в хранимой скрижале, не принимает стирание и удаление или изменение. А что касается других видов предопределения, как предопределение на год или на всю жизнь, то это еще возможно изменить. Сказал Всевышний Аллах, То есть, мать книги. То есть, из того, что в записи ангелов Всевышний Аллах, это предопределение может изменить, что-то оставить, а что-то из него удалить. То есть, у Всевышнего Аллаха хранимая скрижаль, которая не меняется и не изменяется то, что записано в ней. Вот это ясно или нет? Это, иншаллах, понятно. И, что касается этого аята, Всевышний Аллах стирает, что захочет и утверждает, и у него, мать книги, относительно тафсира этого аята, есть разногласия у ученых на множество мнений, которые привел Ибн Джоузи в своей книге «Заадуль Масир», то есть в своем тафсире, который называется «Заадуль Масир», и привел в нем восемь мнений относительно этого аята. Из этих восьми мнений, то, что под тем, что удаляется Всевышним Аллахом и тем, что утверждается, есть то, что ангелы, когда записывают деяния и слова человека, они записывают все, что он произносит, все, что он говорит. А затем Всевышний Аллах, спа-нау-та-алла, каждую неделю удаляет то, за что нет ни награды, ни наказания, и оставляет те дела и те слова, за которые есть награды и за которые есть наказания. Из этих мнений также то, что Аллах удаляет, что захочет и утверждает, что захочет, то есть из постановления шариата, не спосылает какое-то постановление, а потом аннулирует его, если захочет, и оставляет его в действии, если пожелает. И тому подобные мнения относительно этого аята. Говорит, Поэтому Умар ибн-Хаттаб говорил в своей мольбе, О Аллах, если записал меня несчастным, то запиши меня счастливым. Этот осал от Умара ибн-Хаттаба приходит в книге «Лалакай и Иртикат Ахли Сунна» и в других местах. Здесь Умар ибн-Хаттаб имеет в виду изменение той записи, которая в листочках ангелов, а не ту запись, которую в хранимый скрижали. Потому что то, что записано в хранимый скрижали, не изменяется, не подлежит замене. И в этом великая мудрость. А это то, чтобы человек активизировался и был активным относительно тех деяний, в которых ему есть польза. И чтобы он увеличивал свое стремление ко Всевышнему Аллаху Сфануа Тааля. Потому что Всевышний Аллах Сфануа Тааля знает, что будут творить его рабы. И из того, что он знает, это то, что они будут молить Всевышнего Аллаха Сфануа Тааля и надеяться на него, что если запись ангелов, в ней есть что-то дурное для человека, чтобы Всевышний Аллах Сфануа Тааля изменил это. И чтобы люди направлялись ко Всевышнему Аллаху Сфануа Тааля, чтобы добиться то, в чем им благо судный день. То есть Шех Сальхан Шех разъясняет, какой вопрос. Почему то, что записано в свитках ангелов, подлежит изменению? Говорит, чтобы это добавило человеку, его устремление ко Всевышнему Аллаху и надежду на Всевышнего Аллаха. Что если там записано что-то дурное, чтобы Всевышний Аллах Сфануа Тааля по своей милости удалил это и заменил это благим. Что значит ему приказывается записать его пропитание, и его срок жизни, и его деяния, а также будет ли он несчастным или счастливым. Как мы уже говорили, в этом нет заставления человека. И у агли сунна, у приверженства сунна единой общины, идеология какая? То, что человек имеет право выбора. То есть имеется в виду, имеет возможность выбора. Мы не говорим имеет право, говорим имеет возможность выбора. Может совершать благое, может совершать дурное. Какая разница между имеет возможность и имеет право? Имеет возможность совершать благое или дурное, то есть его никто не держит за руку. Человек совершает свои деяния, исходя из своего намерения. Но не имеет права человек совершать дурное, потому что каждый человек обязан подчиняться Всевышнему Аллаху и совершать благое. Вот это ясно или нет? Разница между имеет право и имеет возможность. Говорит, Но при этом Англии Сунны говорят, что в своем выборе, то есть если человек встает перед выбором, совершить ли ему благое или дурное, и что бы он ни выбрал, это будет записано в Лауха-ль-Махфуз. Это и записано как раз в хранимой скрижале. И человек не заставлен к тому, что он делает. А также не является творцом своих собственных деяний. Но наоборот, Всевышний Аллах, Он тот, который творит деяния рабов. Что касается слов, клянусь Аллахом, кроме которого нет достойного божества, то это не слова пророка, но это слова уже Ибн Масруда. И они являются мудростью. Что такое мудрость? То есть заведены в этот хадис, и кто-то может понять, что это слова пророка. И эти слова Ибн Масруда как примечания, как комментарии к тем словам, которые рассказал до этого пророк. Говорит, клянусь тем, клянусь Аллахом, кроме которого нет другого божества. Один из вас может совершать деяния людей рая. Так что между ним и между раем не останется ничего кроме как локтя пути И тогда опередит его его книга И он начинает совершать деяния людей огня и заходит в огонь Потому что в этой книге, то есть в том, что записано человеку из предопределения Упомянуто на чем он умрет Умрет ли он несчастным или умрет он счастливым Это в том смысле, что ожидает человека в конце его жизни Человек всю свою жизнь шел в подчинение Аллаху, но потом избрал для себя несчастье И это его избрание совпало с тем, что записал ему ангел о том, что этот человек умрет несчастным И это не означает, что человек заставлен к этому Так, чтобы он не совершал Но одно совпадает с другим И как мы говорили уже ранее, целая группа из праведных предшественников сказала Окончание жизни человека это наследство от того, что произошло в начале его жизни То есть то, что человек совершает искренне из сердца в течении своей жизни На этом он и умрет Если он искренне поклонялся Аллаху и его сердце было чистым, то и конец его будет счастливым Если же человек поклонялся Аллаху лишь внешне, а намерение его было дурным и сердце его не было чистым и не было искренним То этот человек умрет на несчастье Говорит Говорит, этот хадис и эти слова Ибн Масруда порождают великий страх в сердце человека от того, на чем он умрет Потому что ни один человек не знает, как закончится его жизнь Но то, что он совершал в течении своей жизни является причиной результата, причиной конца И говорит, человек должен быть в великом страхе относительно того, чем закончится его жизнь Но вместе с этим он также должен быть в великой надежде на Всевышнего Аллаха То, что он умрет на чем? Умрет на исламе, умрет на сунни Если человек будет сражаться ради Аллаха истинным сражением То есть имеется ввиду, будет прилагать все усилия для того, чтобы подчиняться Всевышнему Аллаху И будет идти прямо, прямым путем, подчиняясь Аллаху То есть надежда относительно этого человека, что его конец будет счастливым И наоборот Бывает такое, говорит, что один из вас совершает дела людей огня Так что между ними, между огнем не останется ничего, кроме локтя пути То есть смерть человека уже близка, но опережает его предписание Всевышнего Аллаха Дальше шейх, Салих аль-Шейх говорит То есть опять возвращается к разъяснению чего? К разъяснению первого человека, который всю жизнь совершал благо, а потом перешел в другую религию И оставил Ислам и стал несчастным Говорит, и в конце жизни он переходит в верооступничество, то есть выходит из Ислама А те дела, которые он совершал и сделал людей рая, это только то, что видели люди внешне А в его сердце было то, о чем Аллах, спа-ну, лучше знает То есть его сердце не было чистым и не было искренним Мы, говорит, не знаем, что было в сердцах тех, которые отклонились, а затем отклонил Всевышний Аллах их сердца Но мы знаем убежденно то, что Всевышний Аллах, спа-ну, а таала, справедливый судья Не наносит несправедливости людям ни в чем Но люди сами себе приносят притеснение и сами себя притесняют и совершают несправедливо по отношению к себе То есть не принимая религию Аллаха или выходя из нее Говорит, что человек совершает дурные дела людей огня, так что между ними и между огнем не остается ничего, кроме локтя пути И опережает его предписание И он начинает совершать деяния людей рая И входит в рай Говорит, и это великая щедрость Всевышнего Аллаха, спа-ну, а таала, относительно некоторых его рабов То, что им ставится печать в конце жизни, печать счастья Поэтому, говорит, этот хадис и особенно слова Ибн Машруда в конце его Что делают? Возрождают и возбуждают великий страх в сердцах человека, относительно его, в сердце человека, относительно его конца жизни И человек начинает размышлять о том, как он живет эту жизнь и как он ее прожил ранее Иногда бывает так, что человек смотрит на его дела прошлые и сам не может понять, как закончится его конец и начинает плакать Как сказали некоторые из имамов, праведных предшественников Говорит, ничего не заставляет плакать глаза так, как заставляет плакать их мысль о том, что ему предписано ранее Говорит, человек должен смотреть и размышлять Говорит, и человеку хочется посмотреть, что предписал ему ангел Предписал ли он ему быть несчастным или предписал ли он ему быть счастливым Если ему предписано быть счастливым, то он станет счастливым и успокоится Говорит, если он узнает, что ему было предписано, что он будет несчастным То это побудит его к тому, чтобы совершать дела людей рая и изменить эту запись и стать счастливым То есть, если человек смог бы посмотреть, что ему предписал ангел, то в этом была бы для него польза Если бы он увидел, что ему предписано, что он из людей рая, то он бы успокоился на этом и совершал бы дела людей рая спокойно А если бы он узнал, что ему предписано несчастье, то он бы приложил все усилия, чтобы совершать дела людей рая И изменить этим самым запись, которая в свитках ангелов Говорит, но Всевышний Аллах по своей мудрости скрыл это от своих рабов Для того, чтобы они остались на чем? Чтобы они совершали дела усердно И для того, чтобы осталась мудрость чего? Наложение обязанностей То есть, если уже каждый будет знать, что ему предписано, уже будет совсем по-другому, так или нет Люди будут совершать дела недолжным образом То есть, тот, который знает, что он попадет в рай, может успокоиться на этом и не совершать никаких благих дел и тому подобное Всевышний Аллах скрыл это, чтобы люди опережали друг друга и отличались друг от друга Благочестия и богобоязненности Потому что, говорит, неравны те, которые хазим Кто такой хазим? Решительный, усердный, кто действует решительно и усердно И мудайя Тот, который вайя, то есть, утерял свое стремление Ир, и действует лениво И неравны те, которые являются муджагидами То есть, которые сражаются со своей душой и со своим врагом Иблисом, а также с неверующими И неравен он тому, кто, наоборот, совершает все дела лишь лениво и следует за своими страстями Некоторые из праведных предшественников сказали Сердца благочестивых связаны с тем, что им предписано в конце Они задаются вопросом То есть, чем завершится наша жизнь А сердца тех, которые приближены к Аллаху, связаны с тем, что предписано им в начале жизни Они задают вопрос, что опередило нас из нашей жизни То есть, задаются вопросом, что записали им ангелы Что записал им ангел в то время, когда он был плодом А также смотрят на то, какие дела он совершал в этой своей жизни Для того, чтобы оценить, чем закончится его жизнь И это пример сильному страху, который находится в сердцах людей верующих И этот страх не означает, что человек находится в сомнениях и не подчиняется Всевышнему Аллаху То есть, некоторые говорят, что предписано мне Аллаху Алим Может быть, мне предписано быть счастливым, а может быть, несчастным А раз так, зачем мне стараться? Вдруг мне уже предписано, что я буду несчастным И человек оставляет дела Говорит, не это имеется в виду Но это, наоборот, побуждает человека, чтобы он взялся за решительность и за серьезность И приготовил что-либо для встречи с Аллахом Поэтому, говорит, вера в предопределение У него есть свои великие плоды Относительно деяний человека и убежденности человека А также относительно праведности, сердец рабов Богобоязненные, это те, которые уверовали в предопределение А те, которые не совершают добрых дел и упускают их Они те, которые противоречат предопределению И что делают? Пытаются выйти против предопределения и восстать против него Но у каждого есть свой уровень у Всевышнего Аллаха Из почеты, из милости То есть люди делятся Из счастливых людей делятся на три вида А это мукарабин Те, которые приближены ко Всевышнему Аллаху И те, которые опережают другие в благих делах И те, которые будут на правой стороне Говорит Так же, как люди несчастья У них тоже есть свои уровни в огне Значит, люди верующие Их положение называют слом дараджат Уровни А люди неверующие Их положение в огне Называются как дараджат С буквой К В раю дараджат, а в огне дараджат Вот этот вот хадис Иншаллах понятен И его разбор подошел к концу И со следующего урока Иншаллах будем разбирать пятый хадис в нашей книге Субханакаллаху Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо!